доброе утро продолжается наша программа и продолжим следующей новостью международная палата молодых предпринимателей молдовы объявила что 10 11 октября состоится значимое событие конференция изи бизнес на которую приглашены молодые предприниматели со всей молдова может быть и не только они подробнее об этом событии мы узнаем у наших утренних гостей так знакомим вас ион пламадиала председатель международной палаты молодых предпринимателей молдова а также янела амброси главный секретарь международной палаты молодых предпринимателей молдовы доброе утро пожаловать учимся открывать начинать и вести бизнес давайте начнем с самого начала вот мы будем говорить сегодня о конференции конечно в основном но наверное прежде чем эту тему затронем давайте немножко зрителей познакомим с этой организацией а что именно какие задачи она перед собой ставит что именно происходит в рамках ади ее деятельности на бомбе нет здесь а есть его организация интернационала карел на нивел модиал анна честном плещу сута де ани в сарботере в japonе а также нищие коллеги на нивели мы будем работать в japonе в молдова по 29 септембре а мы планируем 4 ани это организация а тиниру а антрепренори и не только а тиниру а активы Это говорит о людях, которые хотят сделать изменения в общество. Мы очень много занимаемся социальными, мы помогаем тенеры, и, соответственно, обеспечения. И, в первую очередь, я беру акцент на бизнес. Как вы становитесь членами Международной Палаты Молодых предпринимателей? Как вы можете стать... Может быть, вы становитесь мемблемом, любой сотрудник активный, который хочет сделать изменения в общество. То есть, могут быть студенты, как и тенеры-предприниматели, люди из общественных средств. Вы говорите больше о каких-то изменениях в общество. Это касается бизнесменов и молодых предпринимателей, или, может быть, вы видите в своих рядах опытных специалистов, которые знают, что делать и как изменить жизнь к лучшему. То есть, мы, между нами, рассматриваем невои. То есть, в первую очередь, мы рассматриваем невои мемблемы. И, в то же время, мы рассматриваем, что любят другие тенеры, что любят другие тенеры. У нас нет определенной направленности. То есть, мы не знаем политики, мы не имеем никакой религии связанной с нами. Мы, только рассматриваем проблемы, мы идентификаем и пытаемся найти решение. Хорошо. Давайте непосредственно о мероприятии, которое состоится, еще раз скажу, 10-11 октября. Речь идет о конференции «Изи бизнес». Что это будет за мероприятие? Цель этого события? Может быть, тематика? И может ли бизнес быть «изи» легким? Да? Давайте поговорим поподробнее обо всех этих моментах. Да. Тогда sẽ вы поместите 6 минут, только в том числе, это будет легко. Если вы ошибли, то позволите испытать инструменты suffering saüли, или некоторые. Аhetущие дешевики те смогут что будет происходить в рамках конференции? Мы это нечего позже поговорим. Интересно, кстати, нововведение даже. У нас есть два компании. Одна из компаний будет Radisson Blu, которая сейчас превратилась в Леогранд. Другая компания будет производитель Виталий Бурлаку. Десемне, у нас есть еще один keynote speaker по Ангела Гладей. Боятии из Ежес будут делать team-building и, десемне, будут быть презентами на бизнес-панель. У проекта, который мы repetим в прошлом, очень интересный, называется «Бизнес Файлз». Действительно, что они начнутся вместе с гришелами, которые у них были в первую очередь, и мы расскажем о том, что мы не делаем, или как мы делаем, в казу дат. Это интересно. Очень интересно. Вы говорите уже второй раз, взяли на вооружение. То есть в прошлый раз это было очень уместно на прошлой конференции, имело успех. А может быть, что было в прошлый раз и что конкретно, кто будет делиться ошибками на этот раз? Да. Дата трекута, я был один из них. Я думаю, что было в новой конференции. Я думаю, что были в новой конференции. Я думаю, что сейчас я смогу дать в два раза. В один раз не успею. Но в данный момент это будет... Это основатель, не знаю, если я могу сказать, компании, но это очень важные компании, которые стоят в Молдове, которые происходят до того, что они сейчас происходят. И они должны быть из-за резины, из-за углов, из-за чего они должны быть. Как вообще попасть на данное мероприятие? Необходимо быть членом Международной Платы Молодых предпринимателей, либо любой желающий может посвятить события. На конференции могут быть таки membрии ГСИ, как и нон-мембрии. Формулария для регистрации гасим на conferента.гси.мд. Мы регистрируем, и уже начинает партиспанты быть в связи с организацией. А конкретно, кому будет интересно вот эта четвертая конференция? Тем, кто только делает первые шаги. Тем, кто еще не начал делать первые шаги, но очень хочет. Кто потенциальная аудитория в этот раз? Я думаю, что и те, и те, потому что те, которые уже сделали какие-то шаги, могут быть консультацией, могут быть благословленными. То есть, очень много акцент на нетворки, на коммуникации, на реализации. Или не инструменты. И те, кто в начале, могут иметь сильный импульс, чтобы начать работа, чтобы начать работа, и очень хорошо. То есть, я думаю, что для обеих случаев это хорошо. И даже для студентов, которые еще не начали, но они уже, могут сейчас, как у нас есть планы для акционеров. То есть, потенциальные бизнесмены тоже, которые еще даже не участвуют. Я предлагаю сразу после паузы узнать, что общего между катанием на велосипедах и ведением успешного бизнеса. Сразу после паузы вернемся. Продолжаем нашу программу и хотим еще раз напомнить, что если вы мечтаете о собственном бизнесе, либо вы уже его ведете, но что-то у вас не получается, то вам будет особенно интересна конференция. Называется она «Изи бизнес», с которой приглашены молодые предприниматели со всей Молдовы. Состоится она 10 и 11 октября. И это мероприятие организует Международная палата молодых предпринимателей Молдовы. У нас сегодня гостя, кстати, представители этой организации. Это Иоанн Пламоделла и Аняла Амброси. Еще раз доброе утро. Добро пожаловать. Мы продолжаем обсуждать интересные вопросы. Вот, кстати, вот насчет здорового... Только что затронула. Вот велосипеды. Что вас побудило создать такой необычный, ну, тренинги на велосипедах, да? Вы, получается, активно выступаете за здоровый образ жизни. Не знаю, что вы обсуждаете довольно серьезные экономические вопросы, но вы не забываете о здоровом образе жизни. Расскажите об этом проекте. Интересно. То есть, в Велосипеде, у нас есть практика для молодых предпринимателей для работы, или для других предпринимателей, или для других предпринимателей. Для нас больше считают машины для работы. У нас не принято. Да, да. У нас так не принято. Но нам пропускать нашим импакт позитивом. Сопросы от этих. Ассалка антрепренерей бракать на патруате, на костюм, кровати. При центре на Кишинову, мы плембаем с бюджетами. Чтобы показать, что можно быть красивым велосипедом, это, в принципе, возможно? солидным, да? Потому что у нас все-таки в стране велосипед не ассоциируется с солидностью, с деловым человеком, да? На костюме с галстоком, это интересно, да? Да, у нас в начале, в Тукану, в Бодоне, в Комун, мы в Комун, в Радисон Блу, где уже будет место визита в компанию. Это впервые вы организовали проекты? Или же были такие попытки? Нет, это были и в последние эдики. Да, это был третий проект. В первый год я не мог бы идти после того, как я видел позиции, и как они были. Вы как сами предприниматели восприняли эту идею? Насколько легко они согласились пересидеть с автомобилей на велосипеды? С шуткой? Либо серьезно понимали это? Прима дата фостинг лумы. Держа доллара тот, что я, о кома шла унгеня фост, мы думали, что это очень интересно. Лумя сводит, начало что им странно, начало что им плеплачешь, и что импакт сделал. Ну, очень действительно интересная инициатива. Мы поговорили уже о том, что будет такой момент, этап программы, как «Бизнес фейлз», но еще будет, вот мы вычитали, «Бизнес-нетворк-эвент», еще один пункт программы, который даст возможность познакомиться участникам, как это позиционируется. Что это будет? Расскажите подробно, но действительно интересно. То есть, в кадр этого момента, представители будут расчезать на один час, по-другому, и в течение двух минут, они должны связаться с этим, или о том, или обоим, или обоим, или обоим. Так что они будут расчетать, и обоим. и обоим. Такие деловые быстрые свидания. Да, я бы хотел вернуться еще к этому, тоже одной из частей данной конференции, это «Бизнес фейлз», ошибки бизнесменов, где Иоанн недавно заметил, что у него уже было как минимум 9 открытых и закрытых бизнесов, и помимо этого еще два прибавилось, и я думаю, но желаю, по крайней мере, чтобы их больше не прибавлялось, неудачных бизнесов. Но вопрос состоит в том, что вот сколько у вас огромный опыт, насколько у вас большой опыт, сколько ошибок вы уже допускали, получается, в бизнесе нереально все придут смотреть, и в любом случае ошибки могут состояться, даже несмотря на то, что у вас уже было 11 неудачных опытов. Либо все-таки можно найти какую-то стратегию, концепцию, чтобы ввести идеально свой бизнес, и не делать глобальных ошибок, чтобы это не приводило к закрытию. Да. Афа Черенычева, математика экзакта, в темноте, ноября эти работы, в том числе и обрелы с помощью и увеличение шанса до решения, но в месяц мне был проблем в том, когда мы обомнием, в том, что у меня была проблема, когда я была тренера, или у меня была р очень большая ноября, не с которыми нужно, то есть, что вы делаете, как вы делаете партнериалы, вы делаете, вы делаете, вы делаете, вы делаете, вы делаете огромное количество таких моментов, когда в первый момент не обращаешь... Да, первое, это и ассо, эфория, эмоции, да, это помогает очень сильно, чтобы начать с этим, а потом, если ты не можешь, ты не можешь продолжать. Я сейчас не могу, потому что я пришла в доме, в котором я счастлив, потому что, когда я уезжал в доме, и, если я не уезжал, ни стынга, ни дырапта, я, думаю, не могу, но сейчас я ушел в очень много доменей, я начинал в мировой доме, я не видел, что я платишь, и я смогу узнать, что это было. Действительно, этим опытом важно делиться. Это уже четвертая конференция подобного рода, которая проводится в Международной палатой молодых предпринимателей. Мне вот интересно, Предыдущий опыт трех конференций в будущее показывает, что такие события важны для Молдовы, то есть на данный момент это актуально. Участники прибавляются? Да. Десигурно. В первые конференции мы их делали только для мембрии DCI. В этом году мы решим их делали. И очень хорошо, потому что мы делали мембрии, и они уже приходят мембрии. И уже приходят мембрии очень быстро, после чего они идут в организации. Но мы уже не организм только мы, но мы организм и альтые. И в первые годы были много, много participанцев, потому что только организации. Или максимум двух. Теперь мы начали много, много, и много людей. Но мы продолжаем. О каких цифрах сейчас можете говорить? Сколько сейчас планируются участников, 10-11 октября? Мы планируем 100, на момент это около 50-60. Время, 50-х или несколько. Давайте еще раз напомним, где состоится событие и время начала мероприятия, чтобы наши участники знали до какого момента они могут еще подать заявление, да, и написать форму, да, по-моему, я понимаю. Расскажите о таких моментах о том, как стать участником этого семинара. Регистраторы могут быть аплодисментами до 10 октября. А, до той же даты, да, получается? Да, 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 да. Суббата, там, там, у нас есть сюрприз, я написал, что, в общем, у нас есть удовлетворение, но мы идем на октябрь, у нас есть трансляция, у нас есть трансляция. Разговоры будут не только о работе, но и у нас есть отдыха. Да, мы не работаем, мы не работаем, мы не работаем всю жизнь, даже в этот уикенд, мы были все коллеги на DCIM, мы сэрли с парашюта, Мы, в любом случае, не только обеспечиваемся с этим, но и навыдем, что ваша конференция прошла с успехом, чтобы вы были больше и больше выполнялись в ваши ряды новых успешных предпринимателей, и надеемся, что ваша помощь окажет такой толчок на развитие всего бизнеса в нашей стране. У нас сегодня в гостях были Иоанн Пламандиала, а также Янила Амбротис. Мы вас благодарим, что вы были у нас в гостях и подарили нам вот эти вот несколько минут интересной информации. Я думаю, тоже у нас есть подарок. Именно так, для того, чтобы по утрам легче было просыпаться, вместе с компанией Яковлос мы вам дарим ароматные баночки кофе. Пейте по утрам, ставьте наши программы и отличного настроения. Мы движемся далее. Далее поговорим о компании Mary Kay, которая в этом году отмечает двойной праздник. На этом событии побывал наш корреспондент Александр Виеру. Он-то и расскажет, чем так знаменателен этот год.